ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возрастающегося и усугубляющегося экономического кризиса, масштабного обничания населения и демонтажа социальной инфраструктуры, обеспечить себе большинство в будущем парламенте. Ну и, пожалуй, самый главный вопрос. Зависит ли хоть что-нибудь от нашего волеизъявления? И если да, то за кого и как следует голосовать? Сегодня в нашей студии. Коломейцев Николай Васильевич, замруководителя фракции КПРФ в Госдуме. Кровец Александр Алексеевич, депутат Госдумы фракции КПРФ. Болдеров Юрий Юрьевич, экономист и публицист. И Павел Евгеньевич Родькин, член Зиновьевского клуба. Здравствуйте, дорогие гости. Рад вас видеть сегодня в нашей студии. Николай Васильевич, ну давайте начнем с вас. Вот кампания по выборам в Госдуму уже по большому счету как запущена. Вот вкратце, с чем идут коммунисты на эти выборы? Что вы предлагаете стране? Какая у вас программа? Чем она отличается от тех уропатриотических лозунгов, с которыми идет та же самая Единая Россия? Все за народ, все за достойный уровень жизни, за все хорошее. Нет, ну какие лозунги? У Единой России вообще лозунгов никаких. Кудрин, Кубе, я бы сказал так. Это праволиберальная идея. Отнять и на своих поделить. У них вот основной лозунг такой. Поэтому мне кажется, что у Единой России у нее никаких новшеств нет, несмотря на всякие платформы. Поэтому мы в очередной раз идем, может быть и консервативно, но мне кажется, что вот 25 лет кризиса и вот мои встречи показывают. Люди в принципе нормально воспринимают и малый и средний бизнес, и с руководителями я встречаюсь. Они реально понимают, что экономическая ситуация у нас в стране, она искусственно спровоцирована сверхнекомпетентно, может быть вредительскими действиями Центробанка и Минфина. Почему? Потому что у нас главная причина нашего кризиса – это недоступность финансовых ресурсов. У нас 200 раз, чем в Евросоюзе, выше ставка. У нас 6 раз меньше монетизации экономики, чем в Евросоюзе. Сейчас мы с вами продолжим. Давайте спросим Александра Алексеевича, вашего коллегу. А какие, может быть, лозунги у «Единой России» отнять и поделить, как сказал ваш коллега? С вашей точки зрения лозунга коммунистов, какой должен быть на этих выборах, чтобы сплотить то социально-трудовое большинство, которое размежевано, не структурировано, но при этом сильнее всего, больнее всего переживает кризис? В нашей партии разработаны программы и отраслевые, и стратегические. И начинается все, прежде всего, с возврата экономического суверенитета, который нынешняя российская власть и российское государство не может организовать, потому что даже если им дадут кредиты, они все равно украдут, распилят и вывезут их. Их опять окажется таким образом. Поэтому задача радикальное изменение политического курса, задача возрождения страны, экономики, время созидания. Поэтому и лозунг, который выдвигаем мы сейчас, мы правы, потому что за нами великая история, реальные достижения, в отличие от тех, кто пришел, обещал, болтал и развалил, и продолжает добивать страну. Но мы правы в своей критике, в своих оценках. Самое главное, что мы сможем. А можно вопрос? Смотрите, недавно Анатолий Борисович Убайс на Петербургском экономическом форуме уже в который раз заявил, что с коммунизмом в России покончен. То есть коммунизм уже 20 лет хоронят. Но все-таки есть что ему возразить? Может действительно коммунистическая идея уже не применима к России? Уже пройден этот этап, она двигается дальше? Нет, вообще, панировать человеку, который по природе своей, с мышлением криминальным, человек, который является главным врагом нашего Отечества и сделал или реализовывал те проекты, которые нанесли ущерб больше, чем фашистская Германия, с воинами, которыми в свое время его отец, по-моему, то ли полковой, то ли дивизионный комиссар воевал, это уже другая тема. Я считаю ниже свое достоинство. А что касается коммунизма и его идеи, ну давайте посмотрим выборы. Если с ним покончено, то почему есть КПРФ? Почему, несмотря на все проблемы и развал промышленности, сокращение рабочего класса, идея живая, идея социальной справедливости? И почему КПРФ, в общем-то, наращивается? И самое главное, а почему провалились все правые, либеральные партии, консервативные партии, они теряют свои рейтинги? Если кто-то еще шевелится, то это на грани, извините меня, психотерапии, да? Когда это диагноз, политическое поведение. То есть вам есть, что противопоставить? Нам не только есть, что противопоставить. Сама жизнь доказывает нашу правоту с каждой минутой. Единственный путь прогресса для страны, роста всего, и благосостояние народа в том числе, это только путь социализма. Другого варианта у России по определению нет, быть не можем. 25 лет доказывает нынешняя власть Путин и его правительство о том, что капитализм для России гибелен. Спасибо, Павел Евгеньевич. Давайте к вам. Вы, в отличие от наших других участников в этой беседе, вы не, в качестве кандидата в Госдуму, вы не участвовали, не участвуете. Но при этом вы долгое время наблюдаете за этим процессом со стороны, вы его экспертно анализируете. С вашей точки зрения, какой главный ключевой вопрос будет решаться на этих выборах? Как вы можете коротко сформулировать, вокруг чего будут ломаться все эти копии? Начнем с того, что любая политическая система соответствует тому социально-экономическому проекту и устройству общества, которое в этом обществе реализуется. Вот нынешняя политическая система абсолютно и полностью соответствует тому курсу, той модели, тому обществу, которое в России строится. Более того, эта система становится не только стабильной, но и сверхстабильной. Поэтому, на мой взгляд, никаких ключевых вопросов, как бы, да, вот этой осенью задано не будет. И никаких ключевых каких-то фундаментальных проблем политическая система переживать не будет. Потому что политическая система вошла в состояние полной стабильности. Наша политическая система выбрала в себя все, так сказать, в кавычках хорошие стороны европейской и американской системы, которая заключается в том, что кто бы не пришел в Думу, какие бы партии левые, правые, а в Европе мы знаем, там, иногда ультраправые националисты приходят, да, кто бы не пришел в эту систему, какой бы внутренний расклад не был, принципиально на политический и социально-экономический курс, как в Америке, да, вот какой бы не пришел кандидат, принципиально изменений не произойдет. Я, как наблюдатель, ни у одной из присутствующих, там, да, на политическом пространстве партии не услышал три простых лозунга. Так. Бесплатная медицина, бесплатное образование, доступное жилье. В лучшем случае, в лучшем случае говорится, больше денег дайте на медицину. Но это не, да, это неравнозначное, там, что мы будем реализовывать бесплатную медицину. У нас как раз написано, среди десяти пунктов, как раз, мы считаем, что для того, чтобы вернуть надежду на будущее, первое, надо вернуть под государственное крыло и сделать государственным образование. Бесплатным, я так понял. И бесплатным, да. А в противном случае, вы поймите, у нас и что происходит? У нас за это время 25 тысяч школ закрыто, понимаете? У нас сегодня... 20 тысяч поликлиник. Поэтому в этой ситуации это все у нас есть. Но проблема в чем? Вот Юрий Юрьевич, он как экономист, практикующий, он знает, что если у вас бюджета нет, то вы можете провозглашать, а не реализовывать. Хотя, на сегодняшний день, понимаете, вот если, ну, коротко изложить ответ на ваш вопрос. Первое. Сегодня, вы говорите, разницы нет. Разница большая. Сегодня Чубайс продолжает управлять всеми экономическими процессами. Кто такой Набиуллин? Это его секретарь комиссии, понимаете? Второе. Кто такой Кудрян? Это его заместитель, начиная с госком имущества и заканчивая Минфином. Кто такой Греф? Это еще один его заместитель, понимаете? То есть, фактически вся нынешняя элита финансово-экономическая, она, в принципе, в той или иной степени является ставленниками Чубайса. Второе. Смотрите, Чубайс, несмотря на весь принесенный вред, 312 миллиардов бюджетных денег получил. Сейчас зашел к Владимиру Владимировичу и 89 еще подписал. Вот я один из тех, кто организовал сбор дважды в счетную палату запросов по его деятельности. Ему бы лучше на Питерском форуме рассказать, откуда 15 миллиардов потратил на завод под Новосибирском, обанкротил, понимаете? Ему бы рассказать, почему 47 миллиардов вывезено в офшорные зоны. И через фирмы одна... И мы вас прощупать, да, коротко, да. Заканчиваю. Поэтому, вы поймите, сегодня надо перейти к отраслевому управлению. Сегодня надо обязательно, сегодня надо, чтобы мы с вами вектор поменяли, и люди это воспринимают. Я вам скажу, что у нас при всех разговорах о величии оборонно-промышленного комплекса на самом деле продолжается стагнация и закрытие предприятий. А, Юрий, все-таки нынешняя политическая система России, что она из себя представляет? Вот куда она пришла за эти 15, 20, 25 лет квази-рыночных реформ и демократии? И чего ждать-то на ближайших выборах? Изменится что-нибудь радикально? Будет ли оздоровление госсистемы, системы управления страной? Или ничего не изменится? Разговор принимает такой печальный характер, что все плохо, но все адаптировались, революционной ситуации нет. Вроде так получается. Мы знаем, что делать, но вроде слушать никто не хочет. Значит, если все как всегда, если борьба, ну вот у коллег уважаемых, если борьба не за 15, не за 20, а даже за 40%, то это ничего не изменит. Бесполезно. То есть страна находится в таком тяжелейшем состоянии, по маневрам наших правителей, как они немытьем, так катанем пытаются опять как-то уговорить Запад, чтобы он типа нас простил. Мы пытаемся хоть так, хоть этак под них лечь, да еще делая вид, что мы крутые. Понимаете, бред и абсурд. Нас продолжают додавливать. Ничего радикально не меняется ни в экономике, ни в образовании, о чем мы правильно заговорили. Потому что образование и здравоохранение продолжают удушаться. Меняются, только ухудшаются. Да, все ухудшается. В этой ситуации начать дискутировать о коммунизме, может быть, актуально было бы, если бы в руках был такой информационный ресурс, который позволил бы такую повестку предложить большинству людей. А какая повестка могла бы сейчас сыграть? Так, давайте. Исключительно национально и социально ориентированная. Отложив спор о коммунизме, но поставив вопрос о том, что сегодня среди реально способных прорваться к власти партий, есть одна, которая является в этом парламенте единственной национальной и социально ориентированной силой. И вокруг этого собрать всех, кто, неважно за коммунизм или против коммунизма, но, безусловно, за свою страну, против вот этой команды, которую вы перечисляли, да? Вот вы перечислили людей, которые реально правят. И тогда лозунг в такой ситуации должен быть один. Вот нужно собрать такое большинство, которое все это правительство, включая Медведева, Чубайсина, Беульна, Голик, всех немедленно отправила бы в отставку, единственный ключевой лозунг – смена этого правительства на национально ориентированное и продолжение этого лозунга. А если будут сопротивляться, то того, кто покрывает это правительство через два года, точно так же поганой метлой. Александр Алексеевич, все-таки согласны ли вы с Юрием Юрьевичем Бондарем, что не нужно противопоставлять капитализм и коммунизм, а больше констериться на какой-то национальной идее, на суверенитете, на возрождении нашей экономики, промышленности, социальной ориентированности и справедливости? Значит, обращаю внимание, мысль о том, что у нас сверхстабильная политическая система не имеет под собой никакого логического объяснения. Я уже не говорю, сказать, практическое доказательство. Почему? Потому что всякая система политическая, она опирается на экономику. Это надстройка. И если экономика рушится, если там идут процессы деградации, то и здание, которое на этом стоит, оно не может не рушиться. Поэтому квазистабильность, да, иллюзия, которую сегодня можно манипулировать массами, доказывая там национальный лидер, достижения, спорт, футбол, там что угодно, да? Но это иллюзия. И до тех пор, пока люди поддаются обману, это работает. Но это не навсегда, потому что здание-то рушится. Это первое. Второе. Мы постепенно понимаем, вот мы это изначально знали, что быть коммунистом и не быть патриотом нельзя. Потому что самые последовательные патриоты в стране у нас, это КПРФ, это мы. А быть патриотом и выступать против коммунистов, это абсолютный нонсенс. Потому что мы организованная сила, и если патриоты хотят возрождать страну, думать о ней, а под патриотами мы понимаем и мелкую, и среднюю буржуазию, и то, что в России называется пышным словом интеллигенция, которой нигде в мире нет. Ну, придумали мы для себя это название. Это служащие, да, в разных отраслях и все прочее. К этому осознание идет. Что касается реалий нынешней жизни и сил, это борьба. Да, к сожалению, нет такого канала, мы бы накрыли всю страну. Хотя сейчас вроде есть интернет, да, там и в Антарктиде пингвинов, можно сказать, пропагандировать, уговаривать и так далее. Но это требуется тяжелейшая повседневная работа на фоне мощнейшего противодействия. Когда мы сегодня решаем задачи, нам необходимо радикально менять эту политическую систему, потому что это удавка для производительных сил страны. И альтернатива это мы, потому что 25 лет мы говорим бесплатное только образование, бесплатное здравоохранение, бесплатные тарифы, минимальный транспорт, минимальная в великой стране. Откройте любой избирательный цикл, это есть. А где вы деньги-то возьмете? Вы все обещаете, а денег-то нет. Как-то нет. В России огромное количество денег, другое дело, что их не хотят доставать. А мы говорим, ребята, ну давайте наворованное возвращать. Раз. Второе, национализировать стратегические отрасли промышленности, пропорциональный налог, водка, алкоголь и так далее, госмонополия. Это все утраивает бюджет на недействующие. И это значит, что как минимум при утроении бюджета мы не только можем остановить падение, мы можем обеспечить развитие. Но мы понимаем, что эти люди, чтобы изменить политику, надо изменить состав людей. Вопрос, какова должна быть тактика для того, чтобы собрать в следующем Государственной Думе такое большинство, которое могло бы согнать это правительство и говорить с этим так называемым национальным лидером уже на языке силы, не своей политической, а силы стоящего... Можно я скажу вам немножко от земли? Проблема-то здесь в другом. Понимаете, действительно, сегодня тяжелейшая ситуация, убита вера людей. Вот я вам честно скажу, проводя... Что можно изменить в том... Минутку. Множество встреч проводя, люди доверяют тому, что я говорю, они говорят, ну мы не верим в то, что выборами можно это изменить. Почему? Потому что если вы посмотрите последние выборы в городах-миллионниках, больше 15% живьем на участки нигде не пришло. А во многих местах объявили 45% и больше явка. То есть, допустим, что даже 15% пришли, поддержали вашу программу. А я в лице исполнительной власти 30% бросил еще, понимаете как. И получилось 45%, но у меня же будет 2 третьих, а у вас 1 треть, понимаете. Поэтому здесь проблема убедить людей, и власть же специально это дело просчитывая, с декабря перенесла на сентябрь. Почему? Потому что в декабре, я вас уверяю, явка всегда выше, и голосование протестнее, как и в марте. Это к вопросу о сверхстабильности, да? Да, это к вопросу о сверхстабильности. Второе, смотрите. Сверхстабильная власть не делала бы 6 спойлеров только под КПР. Понимаете, если вы посмотрите, там из 14 партий, допущенных без подписи, там и КПСС, и Коммунисты России, и КПР. Ну я вас спрашиваю, справедливая на основании чего собиралась? Родина, я же не вы, партия пенсионеров, да, вот они обе уже будут отдельно выступать. Получается, что справедливую уж надо вообще по идее закрыть, потому что учредитель... И не справедливости в России. Понимаете, да? Поэтому второй момент. Действительно, сегодня есть брожение и в линейном звене исполнительной власти. То есть люди, особенно те совестливые, кто не собирает комнатами взятки, они реально видят больше, чем все мы вместе взятые, и чувствуют, насколько, ну, очень тонка нить к разрыву. Есть два пути изменения власти. Можно с ружьем, что всегда приведет к страданию очень большого количества невиновных. А можно выборами. И с моей точки зрения, у нас еще достаточно интеллекта, и людей, вот, когда проводишь большую встречу, большая часть уходит согласными с этими. Поэтому вот я вижу задачу максимально убедить людей прийти на выборы. Потому что если пришли и бросили бюллетень, тогда же надо еще один комплект печатать. И это уже значительно сложнее. Обращаю внимание, что главное, конечно, чтобы мне говорили отрасли, системы, приемы, власть менять надо раз. Второе, людей привезти можно только тогда, когда ты к ним пришел туда. То есть дойти до каждого. А это может только партия. Это даже не телеящик, который может зомбировать человек и так далее. А это структура. Это те самые на уровне региона 10 тысяч касаний. На уровне Госдумы 100 тысяч рукопожатий. Чтобы человек увидел реального представителя, поверил в себя. И последнее. Низкая явка людей и падающая явка на выборах, особенно в городах, это доказательство дестабилизации системы. Потому что власть тем самым теряет свою легитимность, она теряет социальную опору. Чем уже фундамент, тем быстрее она завалит. Одна реплика. Небольшая. Месяц назад в Тверской области были довыборы. Как раз там, где находится атомная станция. Сколько, вы думаете, набрало там КПРФ? Там были выборы по спискам. КПРФ набрало 38%. Это месяц назад. Павел Евгеньевич, давайте вы как политолог, кто анализирует ситуацию со стороны, все-таки каким уловкам, каким хитростям финтам могут прибегнуть, собственно говоря, вот нынешняя партия большинства «Одиной России». Говорят про перенос с ноября, с декабря на сентябрь дня голосования. Говорят там про изменение этих округов избирательных. И про прочее. Вот что происходит? Это же многим простым людям, избирателям непонятно, какие манипуляции происходят в законодательстве. Ну, манипуляции, они на той манипуляции, чтобы объекту манипуляции... Не понял, что происходит. Да, это было бы непонятно. Я бы здесь все-таки недооценивал бы роль технологии манипуляции массовым сознанием. И здесь мы, кстати, приближаемся по технологической насыщенности к американцам. Посмотрите, вот американские выборы, только не на политиков, которые присутствуют, а на ту намассовку, вот на задний план. Вот и у Сандерса, и у Хиллари, и у Трампа одинаково восторженные лица, вот примерно их там без какого-то различия. Вот в принципе... И у нас же праймерис пошли, я так понимаю. Да, у нас, собственно, вот эта технология как бы праймерис и с сопутствующим там пиаром, пафсом и так далее. Это изобличило единую Россию. Все это были. Поэтому технологии управления массовым сознанием не нами придуманы. Да, они вот прекрасно на сегодняшний день и технологически развиты, ничего такого нового нет. И все уловки с технической точки зрения, они в общем, ну, тоже для анализа. А на что эти уловки все нацелены? На занижение явки, на подавление протестных настроений, на некое такое вот канализирование протеста в нужном русском необходимом? На дезориентацию, на создание ложных социальных идентичностей, на отвлечение внимания, на успокоение. То есть это, в принципе, весь как бы достаточно стандартный набор любого манипулятора общественным сознанием, любого политтехнолога, который при всей, казалось бы, своей, ну, там, понятности, прозрачности и примитивности, он, в общем-то, действует. Естественно, что все эти методы, да, они работают в совокупности. Сколько реально людей могли бы поддержать коммунистов на этих выборах? Сколько у них будет предел, либо максимум, либо объективный некий показатель? Ну, я думаю, что сейчас, на самом деле, как бы, если брать российское общество, то, в принципе, мы сталкиваемся с двумя такими трендами, да. С одной стороны, это все-таки покраснение масс и побеление нашей элиты, то, что мы видели вот в Петербурге. Они все революции боятся. Ну, вот эта вот доска, прихватням фашиста, да, давайте уж откровенно вот вещами называть. Да, это же тоже, в общем, звенья одной цепи. Но я вот, коллегу, еще хочу немножко дополнить, что сам вопрос, вот, коммунизм, да, или капитализм, ведь сегодня он не может быть поставлен в принципе. Это вопрос запрещенный, и он в общественной дискуссии сам по себе не фигурирует. Вот даже не обсуждая действительно, там, плохой коммунизм или хороший коммунизм, плохой капитализм или нет, вот сам вопрос не может быть поставлен. Это ведь тоже... А почему, почему? А ведь это тоже одна из вот этих вот технологий манипуляции со знаниями. Когда фундаментальные базовые вопросы не могут быть поставлены, да. То есть это искусственное размывание левого протестного электората получается. Ну, в том числе. То есть правый немногочисленный, и он не может справиться с левой. Как это было в перестройку, да, когда в общество закидывается очень много красивых, ярких, там, шуршащих, блестящих каких угодно лозунгов, каких угодно терминов, там, вроде перестройка, новое мышление, там, они могут быть какие угодно, да, но которые абсолютно бессмысленные. Да, сегодня технологии манипуляции, ну, достигли высших, высших размеров. Запад нам демонстрирует, ну, просто высший пилотаж в этом плане. И хотя не все получается, да, та же Франция, вроде благополучная внешняя и так далее. Но надо понимать, что когда наши политтехнологи зарабатывают деньги, им платят хорошо, да, они действуют по принципу со свиным рылом лезут в калашный ряд. Потому что Запад, который золотой миллиард эксплуатирует и живет, и может манипулировать, опираясь на финансовые потоки, собираемые со всего оброк, со всего мира, это один вариант. И тогда технологии эти работают. А у нас сегодня, да, набили руку, манипулируют, пока срабатывают, но, повторяю, под эти не подводится экономический базис. У нас в десятки раз меньше пенсии, чем, так сказать, на благополучном Западе зарплаты. Это одна сторона, поэтому вот на этом мы это видеть должны постоянно. А вот партии спойлеры, насколько это грамотная ловка властей, вот создается КПСС, создается коммунисты России, казачья партия Российской Федерации. Это, на мой взгляд, еще доказательство кризиса политической системы. Они понимают, у них нет аргументов, как удержать. Поэтому еще один обман. Ведь партии-то ведь нет. Есть группа людей, которые спецслужбы создали, которые их финансируют, которым предоставляются федеральные каналы, региональные каналы. Олигархи для финансирования. Да, ну, олигархи ничего не поделятся. Но для меня на этом... А что вы им противопоставить-то можете? Как вы с ними будете бороться? Ну, реальную активную работу, да. Они отрастают там и могут брать... Да, те же ЛДПР. Только там мы это проверяли на практике. Потому что я секретарь обкома и знаю, как им заниматься. Там, где наши не работали, где не дотянулись, не дошли наши руки, не дошла наша пресса, не дошла наша информация, там этот бурьян отрастает. Они могут, да. Других вариантов нет. Поэтому противопоставить можем только реальную работу. Тяжелейшая работа. Жить среди масс, работать с массами постоянно. Но еще один признак кризиса и нестабильности обратил внимание на период в этом году. Сегодня уже вот эти наши, так сказать, региональные олигархи местного разлива, в виде кризис всей политической системы, это ведь не только отражение национальной гвардии. Они сегодня создают свои политические структуры. И начинается раздрай между ними. Кланы начинают идти в законодательные собрания региональные, да. Конечно, конечно. Запитывают, потому что им нужны свои люди. Сегодня уже эта вертикаль, путинская вертикаль власти, она расползается. Грызня в регионах не сильнее, чем на федеральном уровне, на самом деле. Она расползается. И это создает условия. Но мы должны, и последнее. Да. Уж извините меня. Когда говорят о нефтемизме, сколько большевики получили в учредительное собрание, это был канун, октября Великого, 17-го года, 25%. Сколько составляло городское население России в 17-м году? 10%. Что мы имели, мы все получили, мы все сделали. Сегодня у нас потенциал гораздо больше. И другое дело, что мы достойны должны быть этого вызова, а для этого нужна гигантская работа. В последнее время состояла целая серия околоэкономических либо псевдоэкономических совещаний, причем на самом высоком уровне. И очередное, примерно на два года экономический совет при президенте России прозаседал. И петербургские экономические форумы, вроде какие-то предлагают программы Улюкаева, программы ТИТО, программы, собственно говоря, Кудрина. Есть ли у власти некая созидательная, конструктивная экономическая программа, которую они могли бы предъявить обществу перед выборами? Ничего, кроме манипулирования сознанием, в этой части власть нам не предлагает. Подозреваю ли я у них какую-то экономическую программу? Да, подозреваю. Я подозреваю, что им очень хочется сейчас передербанить то, что можно под шумок, под кризис, под якобы нехватку денег в бюджете раздать по своим. Вот я подозреваю у них такую экономическую программу. Это первое. Второе. Я подозреваю у них экономическую программу. А давайте еще придушим. Вот эти люди, у них румянец отличается от вашего. А зачем на них медицину тратить вообще? А давайте врачей вообще разгоним. Коечный фонд зарежем. Скажем, что это оптимизация, зато оставшийся каждый десятый, сотый или тысячный врач будет получать вот такую зарплату. 13 тысяч врачей. Прикормленный оставшийся, которому мы скажем строго-настрого, этих, да заодно и этого, и этого, только вас, вы еще молоденький, да? Больше не лечить вообще. Сверху, с нами, с народом ведется мощнейшая, продуманная, вооруженная, информационно оболванивающая борьба. Для того, чтобы ей противостоять, нужно не просто, ну, извините, я так, с доброй критикой, не просто мы в очередной раз пойдем, будем работать на местах. Нужно взорвать ситуацию. Я вас попрошу прокомментировать слова, сказанные лидером Компартии Геннадием Зюгановым. Цитирую. Воровство голосов на выборах и продолжение прежнего социально-экономического курса будет толкать людей к булыжнику, к восстанию. Вот, как вы считаете, российские власти осознают эту угрозу резкой радикализации ситуации в стране? Удастся ли изменить курс, совершить некий вот этот левый поворот? Если создается у нас гвардия, значит, это создают. Я считаю, что создание нас гвардии как раз подтверждает понимание, что булыжник может быть. А параллельно с этим, вы ведь посмотрите, по большому счету нищий никогда не восставал. Вот если вы посмотрите историю всех восстаний, всегда восставали или средние, или чуть выше, озабоченные о будущем. Понимаете? Озабоченные о будущем. И имеющие, скажем, умение организоваться, имеющие какие-то начальные ресурсные возможности. И в данной ситуации я бы просто хотел вот несколько подтверждающих тенденцию о том, что власть ослабла. Вы посмотрите, административный ресурс на праймерис показал истинные возможности единой России без подтасовок. Вот они 10% в среднем набрали, а во многих городах до 3%. Вот это и есть, вы понимаете, да? Это их реально, если они не рисуют и не убрасывают, вот это все, что за них голосует. Вот это подтверждение избирательным, что если они придут, то вот эти 10% они останутся за Единую Россию и партию власти. Понимаете? Второй момент. Вы понимаете, проблема в чем? Проблема в том, что у нас, в общем-то, даже во время этих праймерис, они вот эти самые фальсификации, подвозы демонстрировали друг против друга. В Фейсбуке почитайте, они друг на друга там пишут. В общем-то, наверняка... Все шутки показали. Нет, они же показали всю свою технологию на своих внутренних выборах. Понимаете? Что все принципы понимали. И самое страшное, что они сделали большую ошибку, привлекая молодых людей, неискушенных политикой, понимаете? Которые искренне, ну, поверили в то, что на их праймерис можно пройти, не понимая, что там все расписано, вся партитура, и всем понятно, кто будет... Я вас на секундочку, на одну секундочку впервые предлагаю ознакомиться с результатами голосования, которые проходили на сайте канала «Красная линия». Вопрос был следующий. Каких изменений вы ждете по результатам предстоящих выборов в Госдуму? 45% не ждут вообще никаких изменений. 1% ждут торжества прозрачности и легитимности в избирательном процессе. 1% более последовательного проведения курса либеральных реформ. И 53% считают, что произойдет переориентация государства на патриотические ценности и социальную справедливость. Николай Васильевич, вы чего ждете? Или вы уже зачаровали в этом процессе? Я жду того, чего ждут вот эти 53%. Не созрела страна. Проблема в чем? Продолжая ответ на ваш предыдущий вопрос, смотрите, что прошло после выбора в 2011 году. Болотная площадь. После болотной некоторый страх и желание немножко сдать назад и либерализировать, и сделать более прозрачным избирательный процесс. Но что происходит сейчас? За последние два года приняты законы, которые, в принципе, убрали все эти пославления, которые были. Которые, более того, сегодня ужесточили спрос тех, кто контролирует. Потому что сегодня комиссия с милиционером могут пятитысячный штраф выписать наблюдателю, если они считают, что он ведет самостоятельно. У них себя ведет, они башили. Понимаете? Поэтому, опять же, эти открепительные удостоверения. То есть, все возможности для фальсификации сегодня возвращены. Вы ждете повторения триумфальной и болотной? Или это уже пройдет этап? Нет, я считаю, что я жду не повторения триумфальной и болотной. Потому что триумфальная и болотная, всем известно, как была организована и на чьих костях. Потому что мы ловили на участках и получали дубинками. Понимаете? А кто-то попытался под эту сурдинку решить свои вопросы за эти... Это уже было потом, да. Понимаете? Поэтому я вообще-то жду понимания людей, что выхода только два. Революция либо эволюция. Или на выбор с глютением, или будет опять красный петух и... Спасибо большое. Павел Евгеньевич, вы как политолог все-таки как оцените результаты голосования? Вы чего ждете от этих выборов? Есть какая-то возможность надежда призрачная? Либо видите какие-то правильные созидательные телодвижения у кого-то, у отдельных там кремлевских башен? Что-то изменится или ничего не изменится? Или все то же самое? Ну, результаты голосования на самом деле так и демонстрируют поляризацию. Поляризация огромная, да. Либо ничего, либо поворот. Ну, примерно, кстати, да, поровну так можно разделить. Между пессимизмом социальным глубочайшим, да, и некой оптимизмом, надеждой в то, что, да, там, элита переродится, власть пересмотрит... А в обществе в целом примерно такие же, такой же разброс мнений с вашей точки зрения? Или все-таки нет? Я думаю, что и в обществе в целом. 50 на 50, да? Вопрос, он, в принципе, он отражает, как бы, вот эту поляризацию, вот эту ситуацию. Я больше, ну, я с самого начала сказал, да, что я считаю, что как раз и создание нацгвардии, и все эти технологии, это, в общем-то, не показатель слабости. Вверхи и низы снова обморят и обморят. И, в принципе, без какого-то внешнего, какого-то толчка, да, внешнего события, ну, да, в 17-м году это война была, первая мировая. Корот-корто вопрос, да, вопрос, можно задать. Скажите, пожалуйста, стабилизированная система может, даже вот Юрий Юрьевич понимает, перед вторым чтением, вот сегодня, назначено было на 11 часов рассмотрение. Власть переносит рассмотрение и начинает носить поправки еще по ходу, понимаете? Ну, разве это стабильная система так делает? Стабильная система вносит, голосует, принимает. Но проблема в том, что за эти законы, кроме Единой России, никто не голосует. Понимаете, это очень... Это наша беда, я вам скажу, это наша проблема. В этом есть признак стабильности, что идут манипуляции, идут уловки, идут какие-то некрасивые или красивые телодвижения. Введение начальника населения, выведение Совета Безопасности. То есть возьмут они большинство и подномодательники по списку. Но результат-то влазер, она добивается. Вы знаете, Владислав, я все-таки возвращаюсь. Ну, в истории, видимо, идеи, они не умирают, их социальные носители и группы возрождаются. Но идея о том, что государство, это идея народничества была, о том, что государство само по себе висит в воздухе, да? Вот, и оно, так сказать, само, как самодостаточное. И стоит его только толкнуть, оно уйдет. Вот эта идея тоже была, что Россия стабильна, крестьянская община и все прочее. Это мы проходили, это не работает, доказала практика царской России. Даже в период, когда нам вдували уши, какую Россию мы потеряли, да, были фильмы и прочее. Когда она развивалась динамично на западные кредиты, попадала в зависимость, но там прошла одна революция, да? Потом вторая революция, в войну ввязалась. То есть, кризис за кризисом. Хотя люди были поумнее, помощнее, пообразованы, чем та шелупонь, которая правит сегодня страной. Это совершенно очевидно. Вот, надо понимать, что стабильности быть не может. Вот, когда мы говорим о низкой явке народа, вот это показатель назревающей бури. Когда-то Пушкин еще, помните, в Борисе Годунове говорил, когда убивали детей Бориса Годунова, народ безмолвствует. Вот для нас, для тех, кто борется с этим, важно, чтобы народ занял позицию благожелательного нейтралитета к нам. А нам хватило воли убирать эту власть. Поэтому о стабильности системы речи быть не может. Что мы сделаем, то и будет. И слава богу, что у России есть партия, которая бьется за доверие народа. Две трети населения железное, это наш электорат. Две трети, да? Сегодня в России 10% довольны этой жизнью, естественно. Плюс связанные с ними еще до конца понимающие и ситуационно довольные. Вот, ну, третья часть от силы. Две трети, это наш электорат. Вот за него идет борьба, битва. Вот там технологии, о которых говорят, и иллюзия сверхстабильности, якобы. Но это все размывается. У нас есть артисты, у нас есть спортсмены, у нас есть разного рода бывшие слесари, которые пришли в Государственную Думу и вроде как оставят интересы народа. Вот эти люди, насколько они реально понимают то, что происходит в регионах, что происходит в тех комитетах, в которых они заседают. И кто, на самом деле, должен быть в Госдуме, как в органе представительной и законодательной власти? Кто там должен быть? Абсурд заключается в том, что бороться сегодня приходят не с идейными противниками, а уж, простите, с вялой, обрюксшей мафией, которая использует просто послушных людишек, готовых голосовать за что угодно. Потому они и позволяют все так суетливо и безответственно править на коленке что угодно, потому что неважно, что их приходит безответственность. Сверху сказали, будет сделано. Айсан Ильич, а как с этим бороться? Как бороться с этим? Юрий Ильич, все-таки, внешне это выглядит так, как вы говорите. Но за сегодняшней «Единой России» стоят жесткие, там стоят чубайсы, там стоит вся свора. То, что называем носители буржуазной идеологии и столкновения. Другое дело, что защитники социальной справедливости были аворфны, неорганизованы, не бойцы. Сегодня это люди другие, но то, что это столкновение двух идей, двух концепций, двух путей в виде неразвития страны, вот это совершенно очевидно. У нас, к сожалению, заканчивается время, и буквально каждый раз коротко ответит на вопрос, все-таки, подводя итоги нашей беседы, вкратце, что бы вы могли сказать нашим телезрителям, какие дать им рекомендации, как себя идти на выборы, не идти, игнорировать его, приходить, либо хоть за кого голосовать, либо вообще ни за кого не голосовать. За левых, за правых, либо за одну единственную партию, которая хоть как-то в Госдуме есть. Павел Евгеньевич, как вы считаете, как себя вести простым избирателям? Сегодня существует две базовых модели поведения. Это никуда не ходить, считать, что, да, все этот выборный процесс, он происходит где-то там, и интересен как бы только элитам, да. Вторая точка зрения, что наоборот, да, чтобы там не вбросили бюллетени, наоборот, нужно приходить, как бы, да, создавать даже там трудности вот этим самым манипуляторам, да, и жуликам, на мой взгляд, все-таки участвовать в выборном процессе нужно. Как бы это, да, сколько бы в этом решении, как бы оно ни казалось бессмысленным, сколько бы пессимизма ни содержалось, все-таки, да, если мы хотим действительно стать гражданским обществом, сегодня очень много об этом говорится, чтобы стать настоящим гражданским обществом, даже в таких агрессивных, негативных условиях нужно участвовать. Спасибо, Николай Васильевич, если может, тоже этот тезис на какие-то рекомендации. Ну, я бы, обращаясь к избирателям, попросил их на выборы ходить обязательно, но на выборы ходить осознанно. Почему? Потому что, ну, просто прийти, это не фактор изменения того, чего вы хотите. Второе, обязательно понимать, что никто, даже самый великий, спустившийся с небес Иисус Христос, не сможет реализовать ваших земных чаяний, если вы в них не участвуете. И третье, надо понимать, что вот Украина, мы повторяем, даже сейчас, через закон о выборах, один к одному все технологии, применяемые на Украине. Даже технологии одномандатников, я вас уверяю, что это блеф, который может привести к большой беде. Почему? Потому что, если деньги, не смогшие прорваться через партийные списки, сконцентрируются и вырвут одномандатные округа, а вы посмотрите, у Януковича первыми его предали все одномандатники от партии региону. Понимаете? Поэтому, я считаю, что надо обязательно идти, я, как представитель КПРФ, предлагаю голосовать за КПРФ, и предлагаю вступать в КПРФ и вместе находить пути возрождения страны. В противном случае будет майдан. Спасибо большое, Юрий Юрьевич, коротко, ваша рекомендация. Идти на выборы, не идти на выборы. Так, первое. Не будучи, не имея возможности предъявить претензии к власти так, чтобы быть услышанным, я буду предъявить претензии к тем, кто меня точно услышит. Очень коротко мне удалось. Это же так принято искать не там, где потерял ключи, а где светлее. Значит, на самом деле, конечно, для того, чтобы люди нас услышали и захотели пойти, конечно, надо идти. Я хотел бы обратиться, конечно, к своим коллегам, на которых я, в частности, возлагаю надежду, что вам, конечно, с настроением «мы в очередной раз» слона не продать, большинство не взять. Нужно взрывать ситуацию. Я надеюсь, что у вас как-то такая... Я со стороны не знаю. Я надеюсь, что у вас такая работа идет, что нужно найти способ вот в этой тяжелейшей ситуации ее просто взорвать, найти какие-то новые решения для того, чтобы повести за собой не только левых, а всех, кто за свою страну. Это принципиальный вопрос. Я надеюсь, что вы сумеете это сделать. Я вам этого желаю и надеюсь, что люди за вами пойдут. Спасибо, Александр Васильевич. Я думаю, что изначально наша задача была всех, кто собирается жить в этой стране, кто думает о своем будущем, о будущем своих детей, о будущем нашей Родины, с ее великой славной историей, на выборы идти надо. Потому что если ты не приходишь на выборы, нынешняя власть, которую ты осуждаешь на кухне, в курилке, где угодно, она приводит послушно управляемую избирателей и получает нужный результат. Поэтому если ты не ходишь на выборы, ты убиваешь свою страну, ты уничтожаешь будущее свое, своих детей. Это надо ясно понимать. И голосовать на выборах надо не за липовые политические организации, а за тех, кто реально. Перед вами есть КПРФ, партия, которой 25 лет последовательно, несмотря ни на что, ведет одну линию, пытается консолидировать общество, правительство национального доверия, национального единства. Вопросы, связанные с национализацией. Любые вопросы, от которых зависит будущее страны, и которые работали в СССР, работают сегодня в мире, и к чему учились, мы этим владеем. Поэтому приходить и голосовать, но голосовать нужно только за КПРФ. Другой судьбы у России нет, потому что Россия станет великой только тогда, когда она станет социалистической. По-другому быть не может. Это история, практика это показала и подтвердила. Я вас благодарю за интересный разговор, о чем было уже сказано, что два пути либо революционный, либо эволюционный. Но, судя по всему, наша власть делает все возможное и на уровне политики внутренней, экономической, политики социальной, чтобы все-таки, видимо, был не эволюционный путь, а где-то там за горами прийти к революционному пути. В эфире была программа «Точка зрения». Я и ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова